Уже видны очертания. На стадионе Самара-Арена продолжаются работы по сборке купола. На опору установлен еще один монтажный блок одной из консолей. Всего в этом году возведут 32 консоли весом 220 тонн каждая. В ближайшее время установят те части, которые будут закрывать трибуны от дождя и снега. Но делать это будет уже другая компания. Подрядчика на строительстве сменит. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на форуме профсоюзов. «Поменяется подрядчик на стадионе. Подрядчик будет самарский с тем, чтобы мы решили все, что хотели сделать на этом стадионе. Все абсолютно». Проект стадиона сегодня признан лучшим из всех строящихся в России. И он должен стать одним из лучших в Европе. И при этом затраты на строительство будут минимальными. На форуме в Самаре собрались около двух тысяч лидеров и активистов профсоюзных организаций региона. Одной из главных тем обсуждения стали предстоящие 18 сентября выборы депутатов в Государственную и Губенскую думы. Сплоченность и консолидация общества позволят уйти от внутренних конфликтов. «Эти выборы, по моему мнению, должны вот со всеми этими лихими 90-х, пережитками или оставшимся сознанием 90-х в Самаре покончить, мы уйдем от того состояния, в котором мы очень долго находились». Результаты этих выборов могут во многом повлиять на дальнейшее развитие Самарской области, доказать, что она является опорным для страны регионом. «Вы первый губернатор, который начал нас слушать. И не просто слушать, а слышать. И притворять эти предложения, которые мы говорим, исполнять им». «Те задачи, которые вы сегодня ставите на нашем форуме, мы будем с достоинством выполнять. Если мы будем верны тому принципу профсоюзному, если мы едины, мы непобедимы. И это действительно так». Людям труда губернатор вручил награды. Особое место среди которых занял памятный знак «Куйбышев, запасная столица». Его вручили ветеранам, которые в годы войны трудились на предприятиях Куйбышева. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.